В разделённой тропическими лесами и просторными саваннами экваториальной Африки обитают животные с уникальными поведением и адаптациями. Бегемоты-сёрфингисты, обезьяны, бегающие как саванные хищники, приматы, похожие на людей, и лесные животные, которые позволили разгадать одну из величайших тайн континента. Это Африка, какой вы её ещё не видели. Таинственная природа экватора. Африка. Западное побережье Габона. Загадочный дикий рай на экваторе. На пляжах ищут еду красные буйволы. Тропические дожди выносят на песчаные берега лесную растительность. Буйволы ищут стручки мангров, которые содержат множество минералов. Но они не одни. Вот легенды Африки. Бегемоты. Эти обитатели национального парка Луанга в Габоне любят пляжи. Такое поведение весьма необычно. Кажется, что бегемоты отдыхают в воде. Но так они передвигаются. Эти животные научились использовать морские течения, чтобы перемещаться из одной лагуны в другую в поисках пищи. На пляжах гуляют и другие животные. Эти слоны отличаются от своих сородичей. Ученые только в 2010 году подтвердили, что на самом деле они – представители нового вида. Так называемые лесные слоны в среднем на один метр ниже – саваннах. В лесах Габона живут 45 тысяч особей. Это один из последних оплотов. В мире слонов крупные размеры дают преимущество в засушливых районах. Экваториальные дождевые леса направляют эволюцию животных удивительным образом. К востоку от Габона находится центр бассейна Конго, где растет второй по площади дождевой лес в мире. Здесь в полной изоляции живут приматы, похожие на всем известных обезьян. Они напоминают шимпанзе. Но на самом деле это их сородичи Бонабо, которые обитают в дождевых лесах. Их отличают по розовым губам, более темному лицу и более длинной шерсти на голове. Общины Бонабо возглавляют самки, которые не соперничают за власть и социальный статус. Но самая большая разница – агрессия. Бонабо живут в мире, а не воюют, как шимпанзе. Благодаря тому, что обитают в дождевых лесах. Здесь им доступно огромное количество питательной пищи. Бонабо почти не соперничают за еду и делятся угощением с другими группами. Шимпанзе распространены в экваториальной Африке. Но в отличие от Бонабо, они живут и в более сухих лиственных лесах и на равнинах. Там меньше еды, поэтому они агрессивно борются за нее. В стае шимпанзе атакуют и убивают друг друга. Они даже уничтожают слабых членов собственной общины. Миролюбивые Бонабо уникальный пример того, как жизнь в дождевом лесу может изменить целый вид животных. Ежегодно в этом тропическом регионе выпадает до двух с половиной метров осадков. Но что вызывает великий потоп в экваториальной Африке? Когда холодное бенгельское течение с юга встречается с теплым гвинейским течением с севера, влажный воздух конденсируется, и на Габон обрушиваются обильные дожди. Но дальше, к востоку, все разительно меняется. Дождевые леса сменяют редколесье, которые переходят в просторную саванну. Национальный парк Серенгети Это редкость для экватора. Экваториальные регионы в других частях света влажны и покрыты джунглями, как в Конго. Но в этой саванне пышные леса не растут из-за скудных осадков. Область площадью 13 миллионов квадратных километров покрывает трава. Местную экосистему породила дождевая тень Кенийского высокогорья. Стоит конец октября. Пик сезона засухи. Дождей не было несколько месяцев. Немногие стойкие животные могут выжить в этом безжалостном краю. Стервятники парят в восходящих потоках теплого воздуха. На просторных равнинах хорошо видно добычу. В засушливые месяцы у падальщиков всегда много дел. Но за ними наблюдают. Львица просто не сводит с них глаз. она знает, что парящие птицы приземляются только за тем, чтобы поесть. Даже львы не отказываются от падали, особенно в это время года. падаль. Падаль составляет половину рациона больших кошек экваториальных равнин. Это гораздо больше, чем съедают львы в других регионах континента. Многие животные мигрируют, а львы проводят в саванне все четыре месяца засухи. Могут остаться и газели Томпсона. Погони часто заканчиваются неудачей. Охота лишает драгоценных сил. Особенно страдают матери. Взрослые должны съедать примерно по 9 килограммов мяса в день, иначе им будет грозить истощение. Львятам трудно пережить долгий сезон голода и засухи. Считается, что за это время могут погибнуть до 70% малышей. Но голод не единственная угроза, с которой они сталкиваются. Одинокая гиена ищет легкую добычу. Она слишком далеко забрела на территорию Прайда, но еще не знает об этом. Без поддержки клана гиене может не поздоровиться. В экваториальной саванне одинокая гиена случайно зашла на территорию львов. «Бринь» 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 Саванна – рай для больших кошек и падальщиков, которые ищут лакомую, но стремительную и хорошо замаскированную добычу. Здесь обитают весьма необычные приматы, которые бродят по равнинам, как большие кошки или гиеновидные собаки. Павианы-анубисы приспособились жить в 25 странах на экваторе. Они способны питаться только травами в течение довольно долгого времени. Засушливый климат не подходит большинству других приматов, которые живут на деревьях. Павианы этого вида – не строгие вегетарианцы. Они едят и мясо. Анубисы проводят много времени на земле и охотятся, как и другие плотоядные в саванне. Водоемы травянистой саванны пополняются во время сезона дождей. В декабре в Восточную Африку, наконец, приходят дожди. Ветры приносят на восток влажный воздух из Индийского океана, который конденсируется над Серенгете. Тучи появляются и над озером Виктория. Начинается самая массовая сухопутная миграция в мире. Дожди оживляют сухие пастбища, и туда отправляются миллионы травоядных. Они преодолевают 800 километров в поисках свежей травы. Животные обладают стадным мышлением и преодолевают препятствия как единый организм. Травоядные зебры и антилопы гну пасутся вместе, потому что едят разные части одних и тех же трав. Но зелень скоро исчезнет, и громадным стадам придется искать новые пастбища. Впереди лежит опасная преграда. Антилопы гну нервничают. И не зря. Длина реки Мара – 400 километров. Она течет из кенийских гор, и питает сухую саванну в этом регионе. Но в ней живут чудища – нильские крокодилы. Однако антилоп гну манит дождь и свежая трава. Они должны рискнуть. На каждое убитое животное приходится 50 утонувших. Река губит тысячи особей, но каждый год стадо сокращается всего на полпроцента. Затем тучи разражаются ливнем и проливают живительную воду. Все резко меняется. Дождь прекращается менее чем через час. За короткое время выпадает много осадков. И земля не сразу впитывает воду. Каждый день идут короткие сильные ливни. Так будет повторяться несколько недель. Пока этот край полностью не преобразится. Засохшую землю покрывает свежая трава. Сюда вовремя приходят мигрирующие стада. Здесь пируют почти два миллиона антилоп гну, газелей и зебр. Миграция совпала не только с дождями, но и с рождением потомства. Это опасное время для матерей и новорожденных. За ними следят голодные глаза. Львы несколько месяцев ждали такой удачи. И не только они. В экваториальной саванне Африки долгожданные дожди вызвали волну другого рода. Всплеск рождаемости. Все телята гну появляются на свет за один месяц. На пике каждый день рождается по 12 тысяч малышей. Новорожденные встают на ноги уже через полчаса и следуют за матерями. Нужно быстро учиться, потому что рядом таятся хищники. Газеле Томпсона и ее малышу грозит опасность. За ними пристально следят голодные шакалы. Взрослые газели гораздо крупнее шакалов и разгоняются до 65 километров в час. Они обгонят большинство хищников саванны. Но малыш еще слаб. Неудача. Половина нападений на газелей заканчиваются поражением. Нужно быть терпеливее. Одинокий детеныш. Без защиты матери ему грозит опасность. Главное – выбрать момент. Началась погоня. Но газели дают отпор. Охотник становится жертвой. Однако это лишь часть плана. Пока один шакал отвлекает взрослых, другие нацеливаются на малыша. Взрослые спохватываются и бросаются на помощь. Возможно, слишком поздно. Храбрая мать пытается снова и снова Но в этот раз побеждают шакалы. Работая в команде, они отгоняют обезумевшую мать. Лишь половина малышей достигает зрелости. Вокруг много плотоядных, поэтому выживают только самые сильные и защищенные. Многие мелкие животные разработали уникальные стратегии, чтобы на шаг опережать хищников. Дикдики – это карликовые антилопы, обитающие на востоке экваториальной Африки. Для борьбы с сильной жарой у них появилась похожая на хобот морда, которая действует как радиатор, наоборот, и охлаждает кровь до того, как она поступает в мозг. Антилопы-прыгуны по-своему избегают хищников в районе, где трудно спрятаться. Они живут на гранитных обнажениях, насыпях камней и горных склонах. Везде, где можно укрыться от плотоядных саванны. Специальные копыта позволяют цепляться при подъеме на скалы, поэтому хищникам трудно их преследовать. В это время года беззащитные животные рассчитывают только на то, что можно затеряться в толпе. После сезона рождения равнины пополнились огромным количеством уязвимых жертв. Но плотоядные не тратят силы на охоту, если не хотят есть. Сытые хищники дают передышку многим жертвам. В разгар сезона дождей в экваториальной саванне обитают 30 видов травоядных, численностью в несколько миллионов особей. Все занимают свою нишу в экосистеме и по-разному избегают хищников. Это обусловило эволюцию главных хищников на экваторе – больших кошек. Антилопы научились лучше скрываться от хищников, а тем пришлось приспособиться, чтобы ловить их. Леопарды в саванне экваториальной Африки охотятся не так, как их лесные сородичи. Эти кошки выслеживают добычу с высоких деревьев. В идеале они бы охотились ночью. Но нельзя упускать возможность, когда появляется беззаботная жертва. Тихий, осторожный преследователь медленно подбирается на расстояние броска. Леопард Леопард не станет есть добычу здесь, потому что ее могут украсть другие. На дереве безопаснее всего. В саванне редко встречаются деревья. Но листьями акации питаются самые высокие животные – жирафы. В густых джунглях экваториального бассейна Конго живут другие любители листьев, которые помогли разгадать древнюю загадку. Как у жирафов появилась такая длинная шея? Хищники редко охотятся на представителей данного вида. это великаны саванны, взрослые жирафы. Даже малыши нескольких дней от роду достигают почти двух метров. львовы. Самые высокие животные в мире идеально приспособились к выживанию в экваториальной саванне. Согласно одной теории, длинная шея у жирафов появилась из-за сокращения тропических лесов. Только так они могли доставать листья немногих оставшихся здесь деревьев. В листьях акации полно питательных веществ, но их защищают 8-сантиметровые колючки. Срывать нежные побеги надо осторожно. Малыши должны быстро усвоить этот навык, чтобы выжить. Плотные бугорки на языке жирафа или луковицы защищают рот от повреждений, а темный цвет предотвращает ожоги. Животные легко добираются до верхушек, но с трудом наклоняются, чтобы попить. Это не просто неудобно. Кровь может внезапно прилить к голове. Но особые вены берегут животных от кровоизлияния в мозг. У жирафов много странных особенностей. Например, рожки на голове. Так называемые осиконы позволяют понять, как животные развивались на засушливых равнинах. В глубине экваториальных дождевых лесов на западе Конго живут другие создания, у которых тоже есть осиконы. Это акапи. Они похожи на помесь лошади и зебры. Но вообще они дальние родственники жирафов. У них общий предок, который вымер миллионы лет назад. Считается, что акапи больше похожи на древнего предка. А прямой предок жирафов приспособился к засушливым условиям в саванне, отрастив длинную шею. Другие африканские великаны, саванны и слоны, тоже приспособились есть скудную растительность в этом регионе. Они практически в два раза тяжелее своих лесных сородичей из Западной Африки. В сезон засухи некрупные животные быстрее умирают от голода. Скорее всего, выживут слоны с более длинной пищеварительной системой, которая извлекает питательные вещества даже из деревьев. Слоны также находят пищу, недоступную для других. С помощью мощных бивней они сдирают древесную кору. Годятся все деревья. Это источник грубой пищи, которая помогает пищеварению. Более того, слоны помнят, где находятся лучшие кормовые угодья и передают эти знания потомству. Секрет заключен в их огромном мозге, который наделяет слонов удивительными умом и памятью. Огромные бегемоты тоже приспособились к местным условиям. Но разница в том, что они облюбовали озера и реки. Под водой они закрывают ноздри, что позволяет им погружаться более чем на пять минут. На суше им грозит быстрый перегрев и обезвоживание. Но, как и многие обитатели экватора, они нашли способ противостоять этому. Кожа выделяет маслянистую жидкость, которая сохраняет влагу и защищает животных от солнца. Как и слоны, бегемоты крупных размеров, что повышает их шансы на выживание. Когда на востоке экваториальной Африки стало суше, многим хищникам пришлось адаптироваться, чтобы выжить. Но эти известные животные уже приспособились к просторным равнинам. Где трудноуловимые травоядные часто обгоняют львов. Это спринтеры саванны. Гепарды. Гепарды не истинные большие кошки. У них нет подвижной подъязычной кости. Поэтому хищники пищат, а не рычат, когда общаются. Гепарды – родственники пум. И развелись в Америке, а потом мигрировали через Азию и нашли себе пристанище, в том числе на равнинах на востоке экваториальной Африки. Пятнистые кошки плохо лазуют по деревьям. Поэтому, чтобы обозрить саванну, они забираются на термитники. Направленные вперёд глаза помогают издалека заметить жертву. Начинается атака. За три секунды гепард разгоняется почти до 100 км в час. Частично втяжные когти и гибкий позвоночник позволяют преодолевать более 6 метров за один прыжок. Носовая полость увеличена за счёт мелких зубов, поэтому звери вдыхают больше кислорода. Помогают и наскоки. Но на такой скорости гепард может пробежать максимум метров 300, а потом перегревается. Гепарды – опытные охотники. Но их тело не создано для борьбы. Они быстро едят, пока запах свежей крови не разнёсся по всей равнине. В саванне много любителей мяса. Львы – самые крупные кошки. В отличие от своих сородичей, они живут большими семьями или прайдами. Они самые социальные из всех кошек. Рост самцов превышает 120 сантиметров. Они весят до 220 килограммов, что на 90 килограммов больше, чем средний вес лайнбекера. Плотная грива вокруг шеи защищает львов во время территориальных войн с другими самцами. На востоке, в национальном парке Цаву, климат жарче. И львы справляются с пеклом по-другому. Здесь животным приходится весьма нелегко. Приоритет номер один – отыскать тень. Но даже под деревом плюс 30 градусов. А на равнине гораздо жарче. У львов нет потовых желез. Охлаждение происходит с помощью дыхания. Только в этом экваториальном регионе у самцов практически нет густой и плотной гривы. Волосяной покров повышает температуру тела. Поэтому кенийские львы отказались от этого символа власти и защиты, чтобы не перегреваться. На статус альфа-самца указывает темная, а не пышная грива. Львы здесь охотятся ночью из-за сильной жары. После заката температура падает до 15 градусов. Но если жертва подойдет слишком близко, они могут передумать. Львы в цаву немного крупнее, чем другие африканские сородичи. Это позволяет им охотиться на главную добычу – черного буйвола. Наверное, самого агрессивного травоядного в Африке. Убить животное весом более 500 килограммов не так просто. Поэтому на него нападают почти все члены Прайда. Самая сильная львица сжимает трахею буйвола и душит его. Львы меньшего размера действуют по-другому. Они выслеживают добычу и нападают под покровом темноты. В Серенгете львы предпочитают охотиться по ночам. В это время их жертвы тоже не спят. Они пасутся, когда становится прохладнее. Ночная охота хорошо организована. Белые полоски под глазами отражают лунный свет. Обнаружив добычу, львы медленно и тихо окружают ее. Две хищницы пугают жертв. В темноте газели быстро теряют ориентацию. и бегут в другую сторону. Но ловушка расставлена. Они сталкиваются с львицами, которые прячутся в высокой траве. Добычу делят между всеми. львицы охотятся и растят потомство, а львы защищают прайд от других самцов, которые могут попытаться свергнуть его. Территория прайда занимает от 20 до 400 квадратных километров. Рев льва разносится на 8 километров. Во время обхода он оставляет пахучие метки. Ночью все животные в опасности. Темнота позволяет львам незаметно приближаться к жертвам. И, конечно, в это время прохладнее. охотницы недолго наслаждаются пиром. Их отвлекают гиены. Похоже, львицы недовольны, а гиены не сдаются. Львицы разбегаются, чтобы не пострадать от их зубов. но помощь рядом. Возвращается лев. львицы не сдаются. Львицы не сдаются. Львицы не сдаются. Гиены так и не отпраздновали победу. Они не соперники альфа-самцу. Лев показал, кто тут главный и возвращается к прайду. Он требует свою долю добычи. самки наконец приводят львят, несмотря на то, что кормится лев. он позволяет им поесть. В пределах разумного. Но не разрешает присоединиться львицам. для альфа-самца гораздо важнее, чтобы его малыши съели как можно больше мяса. В конце концов, он должен распространить свои гены в суровых условиях экваториальной Африки. гений, огонь, ли бог